11-9. Ну, спас эту партию Фабиана. Ну что, надо идти вперёд. Теперь в Эншпиль, в смысле, в тот Эншпиль, который не Эншпиль, где они ходили, варианты Ванчука. Но в этот раз его не будет. Потому что сыграл он по-другому, оставил слона на Б5. Но это возможно тоже. Но на самом деле это не значит, что вы слона отдаёте. Можно убегать на А4 потом тоже. Я смотрел уже этот вариант. Ну, нельзя сказать, что у белых тут много чего. Ну, теперь можно попробовать пойти А6, а потом взять на Д4, там пешку на С4 забрать. Ну, в каком-то порядке. Ну, можно и так. Вот слона А4 не могут белые сыграть, пешка теряется. Ну, а в этой ситуации у белых, разумеется, поприятнее. Но всё-таки не так страшно. Много фигур изменялось. Наверное. Ну, ещё и Ферзей сменил. Зря Ферзей дал поменять Фабиана. Зря, зря. В Ферзях были бы шансы на колёвском фланге. Плохой. Да, наверное. Ну, что делать, раз уж такая по минуте идёт игра. Ну, будет баррикадироваться. Но матч-то, в принципе, он проигрывает пока. И уже, не знаю, но белый цвет всё-таки хотелось бы использовать лучше. Не знаю, по какой причине вообще его туда он пошёл. И вообще эта позиция ещё неизвестна, чем кончится. Надо стоять ничего не делать, не давать противнику ни Д5, ни Б5. Стоять, мёртво стоять. Ходить в адё, взад-вперёд. Ну, белый на колёвском фланге накатит, наверное, Анатолий. Всё-таки так, да. Я опасался, что... Здесь на ход Б5 следует ЦБ, потом... Что там следовало вообще? ЦБ, Б4, А5. Да, ну, может быть, да. Я опасался какого-то хода Е6. Ага, вот что он добился. Поставил пешку на А5. Ну, может быть, и неплохо. Подрывчик. А, да-да-да. А конь Б4, конь А6. О, и всё. Без пешки. Без пешки стоят чёрные. Шансы на выигрыш есть. Ну, сейчас он будет прорываться. Страшный ход куда-то на А3, конь С4. Ну, ничего, всё держится. Удивительным образом. Несмотря на кажущиеся тактические мотивы здесь, выиграть ничего невозможно. Да? По виду выграно в белых? По виду выграно. Нет. Выиграть партию белому вполне возможно. Это вот выиграть пешку на Б3 не удалось. Ну, правда, предстоит ещё какая-то техническая... Ладья БД6. Ладья БД6. Ладья БД6 неплохое техническое решение. Наверное, надо бы. Ах ты, ёлки. Не замечает. Ну, боялся очень этого удара к конь С5. Отошёл назад. Да, да. Ну, там ладья Б5, ладья Б3. Ладно, всё, это не факт. Да, это всё было очень сложно. Не, не, правильно сыграл. Решил взять под контроль поле Е5. Ну, вот конь С5 я не знаю. Ну, то есть, с одной стороны, чёрные могут сыграть это, но белым тоже надо это двигать вперёд. Пешку на Е5 не скинуть. Надо идти вперёд, но что делать? Так, если отступить конём в расчёте на то, что он даёт шах, а потом ладья А4 играет. Ну, здесь вот это удачно. Я имею в виду, для белых это более-менее удачно. То есть, какая-то неплохая перестройка. Ну, вот как продолжать? Ну, я не знаю, трудно здесь, так мало времени. Шансы сохраняются, сохраняются шансы, да-да-да. Всё сохраняется, но, тем не менее, ладья на А1, то есть, не удаётся ворваться по линии А. Так, ну, может быть, конька на Е6 не успели поставить. Ну, какая нет. Ну, это вот интересная ситуация. Как же продолжать? Тут хочет взять на С4. Неужели на ничью опять соглашаться? Нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Не, ну, 2 секунды, 7 секунд, я не знаю, что происходит. Зевнул пешку назад, но выиграл. Не-не-не, это разменчик, разменчик, всё нормально. Ой, ладья на Е3, ой, ладья на Е3, ладья на С6. Хороший ход. И на Т4 вилка, ай, какая вилка страшная. И чуть ли не проигрывает партия, а. Ну, ты посмотри, а. Так, 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 так. Так, шансы на спасение есть у белых. Пешки кончаются. Там пешки практически не осталось. Да, это надо закусить той пешкой. Ну, и как-то Ж3 укрепился. Да-да-да, всё, ничья-ничья. Если ничего не зевнёт, то ничья. Шаховать мощно с А6, ну, в принципе, всё нормально. Ну, замечательно вообще. Шаховать до конца. Ещё интересный ход сделал. Ну, что, размен. Это рыба, рыба, рыба. Размен железный. Железный размен. Короче, 7 допускал. В смысле, король А6 запускался, но здесь выигрыша всё равно нет. Выгрожает Ф5, защиты нет. Ф5 согласились на ничью. Ну, большое упущение для Фабиана. Всё-таки надо выигрывать такие позиции. Ну, я не знаю, как Сергей, но всё-таки такая... Разрыв в два очка сохраняется. Один с половиной на девять.